Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории». На самом деле фигура красота народа, как пирата, в самом деле достаточно ординарная, но он интересен в нескольких разрезах, которые связаны не с его пиратской деятельностью, а, во-первых, с фигурой Ивана Грозного и политикой Ивана Грозного на той же Балтике. Во-вторых, это связано с приключениями датского принца Магнуса на Ливонской земле, и как датский принц стал вассалом русского царя, который решил поиграть в императора Священной Римской империи, и какое место здесь занимали датские пираты в этой комбинации. Ну а третий момент – это момент историографический. Как известно, в общем-то, не так важно, что происходило, как важно, что мы об этом думаем. И как раз сюжеты, связанные с деятельностью карста народа, они оказались в фокусе внимания историков, большей частью советских историков, связанных с идеей того, что Иван Грозный пытался создать на Балтике военно-морской флот. А поскольку этот военно-морской флот, ну, никак не просматривается в источниках, то вот решили, что флот был, но он был наемный. И вот этот единственный наемник, который был на службе Ивана Грозного – это и есть первая попытка создания балтийских военно-морских сил аж в XVI веке. И, конечно, большой раз здесь сыграла художественная литература. Это и знаменитый роман Бадигина «Корсара» Ивана Грозного, который, собственно говоря, изложил эту замечательную фразу, которая всплывает всегда в памяти при имени карста народа – «Корсар» Ивана Грозного. Ну и есть художественные фильмы, есть упоминания рода в знаменитом ране Костолевой Иван Грозный. То есть эта фигура такая литературно-художественная большей частью, а его реальная биография была занимательной, но более скучной. Вот такое вступление. Теперь переходим непосредственно к рассказу. Почему вообще очень хотелось, чтобы на Балтике в XVI веке был флот, и вообще Иван Грозный прорывался к Балтийскому морю? Начну немножко с ухода в бок. Это Мэри Роуз, английская каракка, первая половина XVI века, затонула в 1545 году в заливе Тесс-Оленд, погибло 370 членов экипажа и адмирал Джордж Керри. В 1982 году ее подняли, и в Портсмуте вот такая стоит летающая тарелка, а внутри при особой температуре, при особом давлении находится корпус этого корабля. Сегодня он выглядит вот так, и мы имеем такой уникальный музейный экспонат. Вот корабль XVI века, как он выглядел, что он из себя представлял, подлинник, оригинал, и вот ценный музей посвящен сохранению этого корпуса. Но самое главное, что вместе с кораблем было поднято огромное количество разных предметов. Вот частично несколько слайдов здесь я демонстрирую, и видно, как морской фактор резко развивает народ. Как то, что люди выходят к морю, люди выходят в море, им нужно придумать, как по нему плавать, как бороться с разными появлениями стихий, как достигать каких-то рубежей, делать свершения, воевать, ловить рыбу, торговать, что все это очень сильно развивает человечество. И поэтому морские народы, народы, живущие у моря, они обычно более развитые, чем народы, которые оказываются не связанными с морем, которые сто глубине континента. И вот эти предметы, они нам демонстрируют огромное разнообразие человеческой деятельности, человеческой мысли. Вот этот корабль, как такая вот, как бы, осколок цивилизации. И благодаря тому, что он утонул со всем содержимым, можем это все поднять, посмотреть, расположить в музейных экспозициях, и восхититься достижением этого XVI века. Вот, возможно, именно с этим связана идея, что море совершенно необходимо. И это действительно так. Море вытаскивает за собой целые отрасли экономики, целые отрасли культуры, целые отрасли человеческого мышления. И мы знаем, что окончательный прорыв к морю и утверждение на море, конечно, связано с именем Петра Великого. Но в XVI веке, как бы, есть Ливонская война, про которую в любом учебнике можно почитать, что она велась за выход к Балтийскому морю. Проблема здесь в чем? Вот карта Ливонской войны. И как мы видим, что выход к Балтийскому морю у России до войны был. Южное побережье Финского залива – это русская территория и территория Усти-Невый, где находилась в XVI веке русская торговая фактория под названием Невская Устья, которая несколько раз на протяжении XVI века упоминается в источниках. Располагалась она в Устье реки Охты, там, где позже был основан шведский город Ниншанс, Нин и крепость Ниншанс в 1611 году. А в XVI веке там, пожалуйста, можно сказать, первый русский порт на Балтике, но небольшой, он довольно скромный, такой перевалочный пункт, и, конечно, Санкт-Петербургом он не стал. Тем не менее, выход к морю есть. Возникает вопрос, почему же в таком случае не происходит то, что будет происходить спустя 200 лет при Петре I, когда действительно выходит море русский балтийский флот, выходит море русский торговый флот, и Балтика становится русской. При Иване Грозном этого нет. Причем, вот, кстати, дельта реки Невы и место основания Нина, можно на этой карте увидеть, вот именно здесь находилась первая гавань. В 1558 год русские войска входят в Ливонию и занимают ливонские порты. Это и замок немецкого ордена Нарва на реке Нарове, который становится центром дальнейшей русской торговли, и возникает выражение «нарвское плавание», ну, о нем, так сказать, немножко подробнее, чуть ниже. Это замок Толчбор, который стоит прямо на берегу моря, переименованный в Белгород. Это Гапсаль, самая западная морская точка русского проникновения в Ливонию, тоже стоящая на берегу моря и так далее. То есть порты появились, появились возможности для продвижения на море, однако этого не происходит. По-прежнему в Нарву плывут корабли иноземные, по-прежнему торговля осуществляется через посредничество европейских купцов, не замешанных в боевых действиях, хотя, возможно, и замешанных, поскольку источники, связанные с Ливонской войной, прежде всего польские, наполнены жалобами, что англичане активно снабжают русских оружием, несмотря на все запреты торговли, все оружие едет из Священной Римской империи, из Англии, и русские беспокойно европейским оружием воюют. То есть торговля есть, несмотря на все запреты и наведение боевых действий. Но эта торговля осуществляется на иностранных кораблях. Как в этой комбинации возникает фигура красного народа, и возникает вообще сама история, связанная с этим человеком? Дело в том, что, когда происходил раздел Ливонии, Ливония делилась на четыре части. Это было уже к 1560 году, и в 1661-1662 годах достигла Апогея. Одна часть русская Ливония с центром в Дербте, переименован в русский Юрьев. Другая часть – это захваты Польши и Литвы. Это в основном земли по левый берег Западной Двины, ну и частично центральная часть Латгалия с центром в Вендене. Это северная Эстония с центром в Ревеле, которая отошла шведам. И небольшой кусочек, остров Эзель и часть территорий в северо-западной Эстонии занимают датчане. Датчане, которые вспомнили, что когда-то Ливония была датским владением. Вообще-то Ревель, Таллин основан именно датскими рыцарями, да не только он. И знаменитый датский флаг считается обретенным именно во время битвы по Лиданисе. А Лиданис – это древнее название того, что было на месте Ревеля Таллина, и что он с неба спустился к датским войскам, этот знаменитый датский крест. То есть вся эта территория как бы даже генетически связана с происхождением датской государственности. Но датчане эту территорию потеряли. В XIV веке, после восстания Юрьевой ночи, они за деньги уступили ее ордену. Ну а тут в XVI веке вспоминают, что у них когда-то были датские владения в Ливонии. Это связано с разными политическими интригами при дворе датского короля, когда нужно было куда-то девать принца Магнуса. И вот ему сказали, во, у тебя есть заморские земли, ты там будешь хозяином, господином, принцем, поезжай, занимай и правь. Но в этой всей комбинации датчане представляли собой наиболее слабую силу в военном отношении. Если силы России и силы королевства Польского и княжства Литовского, ну, примерно равны, шведы послабее, но они сидят в хороших крепостях и зрели их выбить трудно. А вот датчане явно проигрывают всем сторонам. Контингент небольшой. Соответственно, выживаемость принца Магнуса зависит от того, насколько будет он в мире со всеми потенциальными врагами. И Дания заводит переговоры, прежде всего, с российским государством. И Дания оказывается первой и единственной европейской страной, которая на официальном уровне в договоре дипломатически признает все завоевания Ивана Грозного в Ливонии. Ну, а Иван Грозный в обмен, естественно, совершенно не вмешивается в то, что творится на Эзеле, что там делает принц Магнус. Причем тоже с этими переговорами связан интересный эпизод. Россия хотела, чтобы в переговорную грамоту были записаны все ливонские города, что Дания признает не только те завоевания Ивана Грозного, которые есть на данный момент, но вообще завоевания всей Ливонии. То есть потенциально признает право России распространиться на всю Ливонию. Датчане подписывать не хотели, поскольку это означало явную ссору с Польшей, ссору со Священной Римской империей. Русские дипломаты предложили гениальный вариант. А мы готовим два типа договора. В русском тексте перечислены поименно все города, а в датском связано обтекаемо и ничего конкретно не называется. Какая вам разница, какая грамота лежит в казне у русского царя? Датчане сказали, что никакой разницы. Гениальный выход, гениальное решение. Все подписали, но этот эпизод показывает, что, в общем-то, какую цену на самом деле имели в XVI веке международные соглашения и насколько вообще все эти бумаги стоили реальных дел, если фактически подписано два разных экземпляра договора. Магнус утвердился на Эзеле. Столицей его стал замок Аренсборг, который сохранился до нашей дни. Вот в этом виде эта фотография. И, кстати, это единственный замок в Эстонии, который практически сохранился в том самом виде, в котором был в XVI веке. Он очень мало пострадал. И там даже интерьеры сохранились. Ну, а дальше Иван Васильевич, когда война более-менее входит в такую текущую, вялотекущую стадию, надо с Ливонией что-то решать. И поскольку как раз идут активные контакты Священной Римской империи, что такое император? Император тот, кто раздает короны и земли. И Иван Васильевич решает тоже раздавать короны и земли. Вот Ливония захвачена. Кого я сделаю ливонским королем? Сначала предложили бывшему магистру ордена Вильгельму Фюстенбергу. Он отказался. Но потом предложили вот этому самому принцу Магнусу. Сохранилось его изображение на печать. И принц Магнус согласился и стал официально вассалом Ивана Грозного, зато получил титул ливонского короля. Правда, все не очень понимали, что это такое в данном случае. Но, так или иначе, даже на воротах современных развалин замка Подсамаа в Ливонии герб Магнуса – это королевские короны. То есть это как бы признавалось, считалось весомым. Ну, а поскольку у нас мир, дружба, королевская корона, надо как-то на это отвечать. И вот как раз в этом контексте и появляется услуга. Магнус приглашает датских пиратов. Поскольку у России нет своего военно-морского флота, а у нас есть датские пираты, вот давайте они поучаствуют в боевых действиях, погоняют на Балтике шведов, погоняют поляков. И вот есть такой человек Карстен Роде, который готов это исполнить. Что такое Карстен Роде, Иван Грозный изначально не очень понимал. Очень характерно, что в русских источниках он называется атаманом. То есть он мыслился, в общем-то, по аналогии какого-то главаря казачьей шайки, казачьего отряда. В общем-то, высоких слов, как капер и прочее, Иван Грозный не знал. А сам Карстен Роде гордо писал себя русским адмиралом. Была выдана грамота, жалована грамота Карстен Роде, которая может рассматриваться как каперское свидетельство, в котором как раз вот и даны инструкции и рассказывается, что, собственно, Карстен Роде должен делать. Силой врагов взять, корабли их огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять согласно наше величество грамоты. А нашим выводам и приказным людям, того атамана Карстен Рода и его скиперов, товарищей помощников, в наших пристанищах на море и на земле, бережений и чести держать. На русские деньги было куплено судно. На самом деле не очень грозное. Это пинг. Вот здесь на слайде модели европейских пинков 16 века небольшое судно, 13 пушек вооружения, плюс две кирки для пролома вражеских бортов. 35 человек экипажа, который опять-таки был нанят на русские деньги. То есть, в общем-то, ничего особо серьезного. Это вот единственный корабль, который был в распоряжении у Красного Рода. Это 1570 год, когда он получил эту жалобную грамоту, которую рассматривал как каперское свидетельство, что он теперь государев слуга и может от его имени пиратствовать на море. Условия, правда, были достаточно жесткие. Дело в том, что большую часть добычи Иван Грозный приказал сдавать русским приказным людям. Красная Рода оставалась как капитану 10% от добычи, при этом ее получал только капитан. А все остальные были на государевом жаловании. 6 гульденов в год. То есть, русская сторона рассматривала, по сути дела, этот вариант как военные наемники, которые от имени России будут топить супостата на балтийских волнах. Ну, естественно, что Красная Рода совершенно это не устраивало. Тем более, что никакого контроля на море от дьяков Ивана Грозного, естественно, не было. Поэтому он начинает вести свою собственную игру. Первое судно, которое он героически захватил от острова Барнхольм, это был буер, небольшой одномачатый катер, который вез селедку. И вот груз сельди был первый трофей, он его захватил, селедку продал в Копенгаген, деньги положил в собственный карман. Дальше, больше, значит, этот буер был превращен в корабль номер два во флотилии Красного Рода. Потихонечку пошли новые захваты, корабль с грузом досок, корабль с грузом ржи. О Красной Роде заговорили, когда он пытался действовать на морских путях, ведущих из Гданьска в Швецию, и начал пытаться топить и захватывать польские корабли, которые везли рожь в Швецию. Сначала ему удалось напасть на конвой из пяти судов, четыре из них потопить, один захватить. Потом он напал на конвой в 17 судов, правда, там вышел большой бой, его, собственно говоря, отогнали, но на него обратили внимание. И польские корабли явились к острову Барнхольм, а Барнхольм на сегодня разлучал, это сравнение, был такой тартугой 16 века, который принимал у себя вот этих балтийских пиратов, где активно скупалось награбленное, краденое, и пытались блокировать Роды на острове Барнхольм, а тут подключились датчане и разыграли великолепную комбинацию. Полякам сообщили, что Роды уплыл в Копенгаген, вот этой дорогой вы, пожалуйста, вот туда плывите, мы вас даже сопроводим, мы вас проводим, чтобы вы тут не заблудились с ненароком. Польский флот пошел как бы преследовать корабли красного народа, дошел почти до Копенгагена в сопровождении датчан, а датчане при подходе к собственной базе открыли по полякам огонь, несколько кролей потопили, остальные захватили, в общем, уничтожили польскую эскадру. Получилось, что Роды был такой приманкой, на которую поляки клюнули. Это, в общем-то, наверное, самое большое, самое яркое его деяние. Это все происходило на протяжении нескольких месяцев 1570 года. То есть, на самом деле, его деятельность, она достаточно короткая, занимает буквально несколько месяцев. Дальше получилось все грустно. Его флотилия насчитывала уже шесть судов. Он, согласно его отчетам, захватил и потопил за эти несколько месяцев 22 неприятельских судна, в основном шведские и польские. Ивану Грозному ни копейки не отослал. Он собирал добычу и продавал ее в Копенгагене или на Барнхольме. В Копенгагене его считали купцом, но в Барнхольме знали, в общем-то, кто он такой и что такое, но закрывали на этом глаза. Но вот эти события, они имели неприятные для него последствия. Во-первых, в 1570 году заканчивается Первая Северная война, так называемая, датская, шведская. В этой войне главное противостояние датчан и шведов. А поляки умудрились повоевать и на той, и на другой стороне в ходе войны, и там переходили из лагеря в лагерь. И рода, оказывается, не очень нужен. Если до этого его прикрывали, прикрывали несколько монархов, прикрывали датчане. Имя Ивана Грозного тоже кое-что значило. Но война закончилась. После войны такие люди обычно не нужны. И беда случилась из-за, в общем-то, пустяка, неожиданного эпизода. На одном из кораблей вот этой небольшой эскадры Рода перевозили шведских пленных. Корабль назывался Дер Хузе, Заяц. Эти шведские пленные оказались не робкого десятка, выбрались из трюма, захватили несколько топоров, порубили команду, захватили судно и быстренько увели его вместе с плененным экипажем к ближайшему берегу. Это было помирание. В Штетти на них пришли. Ну, а когда в Штетти началось разбирательство, выяснилось, что вообще-то корабль-то пиратский. И люди Красной Роды были арестованы и преданы суду как пираты. И они назвали имя своего предводителя, имя главаря. И Красная Рода, который в это время спокойно пьянствовал в одном из Копенгангельских кабаков, внезапно был арестован. Ему было предъявлено обвинение в пиратстве. Его арестовали, увезли в замок Галь, где он какое-то время и пребывал. Какое-то время это три года. Правда, держали его достаточно почетно, кормились офицерской кухней. В общем-то, было достаточно хорошее помещение. То есть, в оковах он не сидел. Просто было не очень понятно, чего с ним делать. Он называет себя русским адмиралом. Никто никогда не слышал о русских адмиралах. И когда он предъявил царскую грамоту от Ивана Гроздова, тоже было не очень понятно, что это такое. Что с этим делать. Пытались списаться с Иваном Грозным. Но от царя пришел датский король, послал грамоту, что вот тут есть такой Карстен Рода. Он заявляет, что он твой человек. Вообще, разъясните ситуацию. Иван Грозный ответил, что да, это его служилый человек, которому поручили на море топить шведов и поляков и всячески воевать за государево имя. Но разбойничать ему никто не поручал. Если он разбойник, прошу его выдать головой Ивану Грозному. Ну, на секундочку, палуба под ногами Красного Рода зашаталась, но Фредерик решил русскому царю датчанина не отдавать. Его перевели в Копенгаген под домашний арест, где он мог даже гулять по улицам города. Но, в общем-то, на этом история и обрывается. Он пытался писать царю сам. Известно, последний документ с ним связан в 1576 год. То есть он отсидел под разных вариантах домашнего ареста 6 лет в Галле и в Копенгагене. И чем закончилось, неизвестно. Вот этот комплекс документов хранится в Датском Королевском архиве Копенгагене. Эти грамоты были обликованы еще в XIX веке. И, собственно говоря, это все, что мы знаем про Карстона Рода и его Одиссею, если можно так выразиться. Чем закончилось, дело неизвестно. Датчане его сами сдали, хотя он активно торговал с датским королем и продавал свои товары в Копенгагене, захваченные и награбленные. Они сказали, что это не дело короля, а он имел дело с отдельными чиновниками в администрации, которые коррупированы, которые подкуплены. И, в общем-то, это его личное дело. Он разбойник. Давайте выясним его международный статус. Чем закончилось это выяснение, неизвестно. Но, собственно говоря, на этом история датских каперов на русской службе заканчивается. Какие из этого можно сделать выводы? Выводы, прежде всего, в разнице культур. Иван Грозный видел в Карстон Рода своего служилого человека, никакого не пирата, а просто наемника, который должен выполнять боевые задания, который находится на государевом жаловании, и который фактически служит русскому царю. Когда выяснилось, что там фигура не такая безупречная и можно обвинить покровействие разбойникам, царь, в общем-то, не стал за него вступаться, да, наверное, и не имел особых возможностей это сделать. Где, в данном случае, Москва, а где Копенгаген? Мы видим, что Карстон Рода – авантюрист, который пытался использовать интересы монархов, интересы разных коммерческих структур, интересы тех же пиратов, своих собственных, и пытался ловить рыбку в мутной балтийской воде и на этом заработать какой-то капитал. У него не получилось, как и у многих других его соотечественников. В общем-то, мы не имеем здесь таких уж ярких фигур. Все-таки здесь нет ни Фрэнсиса Дрейка, ни знаменитых пиратов Карибского моря, которых мы знаем, ярких романтизированных фигур, конечно, романтизированных в поздних романах, но все равно там есть красивые эпизоды. Здесь вот такой повседневный, можно сказать, рутинный грабеж на море, грабеж, который делают небольшие суда, небольшие экипажи, нападают на караваны, грабят в основном хозяйственные товары, хотя, конечно, играла свою роль и оказывала внимание влияние на ту же торговлю очень значительное. Вот я сказал о нарвском плавании, и нарское плавание обычно приводится как пример успеха Ивана Грозного в Ливонской войне, что Россия вышла к морю и вот добилась того, что товары пошли через море в Нарву. Шведский ученый Атман посчитал, сколько же кораблей доходило, там есть точное место, сколько кораблей проходило через Зунт, и сколько кораблей при этом доплывало до Нарвы. Так вот, за период того, что Нарва была русской, это 1558-1581 годы, через Зунт проходило в год в русском направлении от двух до девяносто кораблей. До Нарвы обычно доходила половина из этих пиратов, из-за пиратов как раз. Вот считайте сами, насколько это значительное явление, насколько эти корабли от одного до тридцати могли что-то изменить в конъюнктуре балтийской торговли. Почему в этом плане не очень получалось у Ивана Грозного стать твердой ногой на море, мы вернемся к карте. Это южное побережье Финского залива. Оно и сегодня мелкое. Там, возможно, какое-то более-менее нормальное судоходство, проход нормальных судов через устья рек. Недаром все торговые порты, и Невское устье в данном случае, и Нарва, это устья рек Наровы, Невы, сегодня порт в Усть-Луге. То есть здесь необходимы огромные землеустроительные работы, огромный капиталовложение, строительство действительно мощных городов, которые смогут стать такими притягательными морскими центрами, которые станут военно-морскими центрами. Это смог сделать Петр, который поставил Санкт-Петербург, будущую столицу, фактически на линии фронта, и тем самым заставил отодвинуть границы со Швецией, и вложил колоссальные средства вплоть до переселения людей, вплоть до специальных налогов, денежных вложений в развитие этой точки. Иван Грозный этого не сделал, да, наверное, и не мог в то время сделать. Поэтому военно-морская, балтийская история все-таки начинается с Петра, и она славная и богатая. Спасибо за внимание. Друзья мои, поднимайте руки, пожалуйста. Вот я вижу, пионер у нас есть из третьего ряда. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вначале, если я не ошибаюсь, вы сказали, что корабль для Александра, для Рода, он был куплен за русские деньги. Да. И вся эта история ничем для русской казны не закончилась. Да. Не было ли попыток как-то взыскать долги? Нет. Ну, это было практически невозможно. Представьте себе расстояние. Это же время без интернета, без почты, без телеграфа. Пока грамотно, когда надо едет, он у меня пишет, денег нет. Ну, надо сказать, вообще в 16 веке Россия довольно много вкладывалось в подобных персонажей. Если вспомнить недавнюю историю, ну, недавнюю от того периода, 1517 год. Последняя польско-немецкая война. Война Польши с немецкими рыцарями. Россия дала деньги немецким рыцарям, чтобы они напали на Польшу. То есть, Александр Невский горбов вообще переворачивается. Вот. Россия финансирует немецких рыцарей для их завоевания. Причем финансировали очень неохотно. Говорили, ребята, вы воевать не умеете. И хоть чего-нибудь завоюйте. Покажите, что вы можете воевать. Они захватили две польские деревни и сказали, что это города. Просили еще денег. То есть, так и, кажется, это было. Вот тогда Россия была богатой страной, и она вкладывалась в такие мероприятия. И русские деньги, это были серьезные деньги для европейцев. Спасибо большое. Вот у нас есть вопрос с левой части портера. Большое спасибо за лекцию. Очень познавательно, интересно и увлекательно. Меня зовут Олег. У меня вопрос такой. Вот вы сказали, что на определенном этапе, когда он уже был в Копенгагене, когда, в общем-то, его авантюрная история закончилась, о нем, в принципе, пропали какие-то последние... простыл след, грубо говоря. Давайте все-таки пофантазируем, что могло с ним быть в Копенгагене. Либо он стал обычным горожанином, что маловероятно, либо, может, все-таки Копенгаген его мог использовать, его талант в каких-то своих целях. Как его могли утилизировать, например? Я думаю, все проще. Я думаю, что он просто умер. Но так или иначе... Шесть лет в тюрьме здоровья никого не прибавляют, даже на комфортных условиях. Вот тем более, ну, по предыдущим его поступкам видно, что он человек свободолюбивый, который склонен к активной деятельности, хочет плавать, хочет воевать, хочет грабить, если хотите, да. А тут шесть лет на приколе, шесть лет в заточении, пусть даже можно гулять по тюремному дворику и даже иногда выходить на уточку. Вот. Потом, ну, мы не знаем его возраста, но, в принципе, тогда люди-то жили довольно мало. То есть, то, что история оборвалась, и он больше не всплыл никак, скорее всего, связано с тем, что, ну, элементарно человек исчез. Не то, что чем-то злопыхательством, а исчез сам. То есть, правильно понимаю, грубо говоря, либо он умер из заточения, либо вскоре после. Ну, да, видимо так. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Я быстро задам вопрос, пользуясь служебным положением. Александр Ильич, скажите, пожалуйста, а вот в царствовании Петра Великого, когда был построен Балтийский флот, как-то в исторической политике Петра осмыслялись вот эти действия Ивана Грозного по работе на Балтике, скажем так? А это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, на Триумфальной арке, которая была построена после Нештатского мира, две фигуры. С одной стороны, Иван Грозный, с другой стороны, Петр Великий. Под Иваном Грозным написано «начал», Петр Великий закончил. Но интерпретации нет, и ученые спорят, что имеются в виду. Советские историки считали, что это Балтика. Иван Грозный начал, Петр Великий закончил. Но есть замечательная статья Академика Панчина, которая показывает, что речь о другом, о императорском титуле. Потому что Иван Грозный первый русский царь начал, а Петр Великий первый русский император. Закончил. Императором он стал именно после победы над Швецией. То есть, в общем-то, все тут логично. Что касается обращения к историческим корням, есть исследование канцлера Шафирова, которое было написано как раз по заказу Петра, которое должно подвести идеологическое обоснование под Северную войну. Там собраны все примеры войн России и Швеции. Начинается, естественно, с Александра Невского. Во многом, почему фигура Александра Невского оказалась востребованной. Но Иван Грозный войны со Швецией там упоминаются. Но вот в череде других войн 17 века, которые потом были русско-шведских, то есть сказать, что прямо вот так к этому всему перерывали по Петре, это будет неправдой. Об этом знали. Но при Петре, в принципе, пытались создать канон русской истории, что не вышло. Была рукопись подготовлена Поликарповым, и Петру она не понравилась. Причем там раскрутка балтийской темы шла с Василия Третьего. А в целом потом все это, естественно, было сделано грамзиным. Понятно. Друзья, еще вопросы есть? Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вот вы до этого говорили, что Россия, будучи богатым государством, любила вкладываться во всякие сомнительные авантюры. Почему сомнительные? Ну там... Это нормальная политика вообще-то. Финансирование тех, кто воюет с нашими врагами. Это плохая политика? Почему она сомнительная? Ну когда рыцарям, которые и так не очень воюют, дали денег, они захватили две деревни и запросили еще. Ну все правильно, но зато чужими руками щекочут Польшу. А королевство польское егелоны это явный враг. Россия в своей политике ориентировалась тогда прежде всего на Священно-Римскую империю, а противником России были егелоны, династия егелонов, которые при этом представители этой геннастии сидели на престолах в Чехии, Венгрии и в Польше и в Литве. То есть это просто, ну скажем так, геополитика. Сегодня слово это уже звучало. Так вот, мой вопрос. Ага. Приносили, были ли какие-то случаи, когда эти авантюры приносили прям явную прибыль? Конечно. Вся дипломатия крымского ханства была куплена. Мало того, они писали сначала отчеты в Москву, потом в Бахчисарай. И в грамотах, которые сохранились в русском посольском приказе, там совершенно замечательное выражение. Глава дипломатической службы крымского ханства, это фамилия, Сулеш, так называемая, фамилия Сулешевых, и вся династия держала эту внешнюю политику. Я правым плечом государь великий тебе служу, а левым плечом своему хану служу. Молодой человек, я прошу прощения, вы в погонах, представьтесь, пожалуйста. Кадет Новикова, 28-я школа. Большое спасибо. Вам спасибо. Спасибо, друзья. Вот у нас есть из ложи вопрос. Давайте, пожалуйста, туда микрофон передадим. Спасибо. Спасибо огромное за лекцию. Меня зовут Константин, и в лекции услышал прекрасную историю по поводу условно параллельного импорта. Какое было эхо тогда, и что нам ожидать дальше, потому что сегодня мы живем в эпоху параллельного импорта тоже. Спасибо. Политика Священной Римской империи в Средневековье и раннее Новое время была достаточно жесткой. Технологии ваворам не продавать. По технологиям так понималось вооружение, то есть огнестрельное оружие, мечи, но разного рода изделия, то есть условно говоря, продать железные пруты можно, продать пистолет нельзя, а то они его скопируют и сами начнут делать. заедите в оружейную палату сколько там английского, немецкого и прочего оружия. То есть все это было, это все шло и в источниках неоднократно говорится о том, что несмотря на все запреты, те же ливонцы продают оружие, которое потом с ними же и воюют. То есть все это явление, скажем так, вечное. Спасибо большое. Александр Филишкин. АПЛОДИСМЕНТЫ